Привет. Привет. Да, поможет, открою дверку. Как дела? Все хорошо. Супер. Что прокатимся, пообщаемся, познакомимся. Как настроение у тебя? Отлично. Отлично? Да. Что хорошего произошло с утра, чтобы у тебя было хорошее настроение. И скажи, для каких целей ты знакомишься? Сидишь на сайте знакомств, ищешь там что-то ищешь? Любовь. С которой можно построить будущую семью. Слушай, интересная мысль. Ну, я к тому, что я не первый раз на свиданиях, и обычно девочке, ну, что ищут? Ищут это каких-то папиков, мамиков даже. Бывает такое содержанство, обозначено, там, деньги, и им вообще плевать на любовь просто. Ты сейчас это сказал немножко, чуть-чуть удивительно даже. То есть тебе не важно, что ли, сколько он, ну, в смысле, сколько он зарабатывал? Совершенно. Деньги для меня не главное. Ага. Главное, чтобы любил. Главное, что любил. То есть это самый главный критерий? Да. А какие еще критерии? Вот твоего кандидата потенциального в отношении? Добрый, хороший, заботливый. Угу, так. Все. 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 Классный и простой. Простой. Ну, мне просто, значит, что интересно, почему? Задаю вопросы. Я вот как, ну, не знаю, вот он зарабатывает, например, 30 тысяч. То есть вообще? Пофигу. Ну, в плане, на 30 тысяч он тебя, ну, не сможет там что-то куда-то сводить, что-то сделать, там, куда-то поехать. То есть, ну, такие моменты. Я к этому спрашиваю. Вместе построить карьеру. А, да? Блин, ты вообще чудо, конечно. Класс. А были у тебя отношения вообще такие вот серьезные? Ну, судя по тому, что я просто помню, что по анкете тебе 18 лет. Соответственно, логично, просто вопрос. Отношений не было, потому что не было пока подходящего человека с такими же принципами. То есть вообще отношений не было? Вообще не было. Никаких? Нет. Супер, то есть, ну, там, не знаю, там, училась, там, не знаю, там, круг общения какой-то там никак не то. Сейчас все опять же думают о деньгах. Даже вот о сверстнике? Да. Типа того. Пацаны. Вы что, они ищут девочку при деньгах или что-то? Да. Серьезно? Да. Офигеть. Таких. То есть, какие-то там, не знаю, там, 18 лет, не 18, а 16, они все помешанные, повернутые на деньгах. Да. Как я понимаю... Обалдеть. И что, как у них поиски находят они себе мамиками? Ну, у меня у одноклассников были. Что были? Мамики? Да. Да. Серьезно? Да, были девушки, которые содержали их. А он на тот момент совершенно летний был? Да. А, уже он все на лету. То есть, его содержал какой-то мамик. Ну-ка, поподробнее, мне просто интересно, что в мире происходит. То есть, какая-то взрослая тетка. Ну, да. Встречалась с чуваком, которому ему 18 лет, давал ему бабло. Да? Да, он там ей все делал, что он там делал, как бы, не знаю, ну, вместе они там существовали. И это было вообще кайф для нее. Ну, ему и ей, наверное, вполне. Круто. Много денег? Я этого не знаю. Ну, в плане, вот такой, знаешь, был обычный, обычный чувак, а потом пришел в Дульчагабан, короче, внезапно, там, не знаю, с айфоном посредним, там, не знаю, или там его подвезли, там, на Мерседесе с личным водителем, что-нибудь. Что-нибудь такое, как пресс-бабла достал, короче. Ну, одежда и айфон по-любому были. Это было. Ага. Ага. И такой у него вид потрепанный был после нее, короче, да? Ха-ха-ха. Есть немножко. Ха-ха-ха. Ну, ну, понятно, и он такой, блин, я устал, короче. Мамик этот, это мубия, короче, меня всего выжило просто. Да. Ну, у меня есть цель купить Феррари. Офигеть. Вот почему они так все помешаны на вот этом, как ты думаешь? Общество опять же такое. Ну, блин, слушай, общество… Больше возможностей появилось. Все зависит сейчас. Ну, это согласие, но общество, оно всегда было, в принципе, таким, как бы, да? Ну, сейчас такая тенденция, что больше такого. То есть, все помешаны на капитализме, да? То есть, все за деньги и про деньги, как бы, да? Настоящие вот эти вот чувства, эмоции типа аля, любовь, человечественность и прочие вот эти принципы, они как-то канули в лето, как бы, да? Почему это происходит? То есть, не знаю, это чуваки, вот тот чувак, он, не знаю, не богатой семьи, может, там, или что. Все хотят жить лучше. Ну, блин, ну, не знаю, как бы. Ну, раньше это не распространено было. Мало кто знал о хороших вещах. Мало хороших. Мало кто знал о мамеках. Не о мамеках. Ну, это да, ну, не знаю, здесь, мне кажется, все-таки зависит еще, знаешь, от чего? Все-таки, какая у него семья была, да? Воспитание, условия жизни, то есть, если он, конечно, совсем без денег есть, чувак был, то у него, конечно, на одном моменте только деньги. Вот, да, вот, я, например, рос, то есть, у меня мама очень круто зарабатывала, и, в принципе, ну, там, квартира, деньги, всегда были не миллионы миллионов, конечно, да, но всегда все хорошо, как бы, и мне даже в голову не пришло, не знаю, найти себе мамик, что-то там ей наделывать, чтобы она мне давала бабла. Типа, это я проститут или что? Понимаешь, ну, там, как это назвать, короче? Просто интересно. Так, и давно ты в поисках получается? Года два. У тебя сейчас 18-16 лет в поисках? Да. Ага, а на сайте знакомств? Год. Год. И что интересного? То есть, были какие-то, ну, не знаю, какие-то кандидаты, но они, я так понимаю, срывались, да? Почему? Были, срывались, опять же, из-за того, что не было принципов, не было речи о семье. Ну, то есть, они... А был просто временный какой-то промежуток, в который можно вместе выходить, побыть. Ну, покайфовать вместе, как бы, да, туда-сюда и... Да, все равно. Я так понимаю, их преследовали цели только секс? Да. Что-то наподобие, да? Ага, я понял. А это на этапе переписки или, ну, после переписки некая встречалась с ними, ну, допустим, какое-то время там? После переписки. После переписки встречались? Да. И они, что там, ну, типа, открыто там могли что-то такое сказать? Мне нужно то-то, то-то, то-то или как? Зачастую, да. Так и говорят. Угу. Ну, они были, ну, учитывая, видишь, твой возраст, а почему спрашивают? Ты говоришь, я год, я... Ну, так прямо еще конкретно, да? На сайте знакомств именно. То есть, получается, тебе было 17 лет, а им сколько, то есть? По 18-19. То есть, по 18-19 они имели в виду, что какие-то сексуальные отношения, но ты же несовершеннолетняя. Сейчас это кого-то волнует. Да. То есть, короче, та самая законная часть никого не волнует. Мне кажется, нет. Если он присядет куда-то или что. А я понял, он там в Теряге маменьку будет искать. Да. Или папика. Там же тоже такие сидят. Я понял. Да уж. Короче, да, такое себя. Ну, интересно, я просто думал, не знаю, там, как-то людей 18 вообще. Ну, то есть, блин, они еще по кайфу, то есть, именно по кайфу о взаимоотном понимании. Ну, в плане, нравится, не нравится. То есть, если что-то про деньги, то, наверное, немножко позже. Ну, нет, оказалось. Возникает. Короче, пацаны такой херней занимаются. Вот что ты, не тянешь этих пацанов? Не мое. Не твое, короче, да. Я понял. Ну, что еще расскажешь? Ну, просто не знаю, там, расскажи. Ты скромно такая вообще? Да. Многие говорят. Да? Просто, да, скромно такая прям вообще сидит. Умняшка такая. Вот. В чем занимаюсь, там, не знаю, развлечения, хобби? Танцами занимаюсь. Что за танцы? Современная в основном. Угу. Джаз. О, прикольно, реально? Да. Класс. А что, учишься или что? Отучилась 11 классов. Чего? А, ну там типа институт, не институт, вот это дело. Буду выдавать документы, куда я пойду в институт. Куда хочешь? На специальности рекламы связаны. Ну да, прикольно. Чем ты занимаешься вообще? Ну, у меня IT-компания своя небольшая. Вот. В Дубае находится. Ну, да. Работаю понемножко. Все, что, вот еще девочку. Ну, просто знакомлюсь, конечно. И, естественно, там разные кандидаты. Ну, что-то все, что-то не алло. Да, да, отбираю тоже. Потому что в большинстве случаев это все-таки, когда девочка утрянти напрямую говорит, сколько ты зарабатываешь. Сейчас, подожди, секундочку. Короче, вот работаю потихоньку, это самое, что еще, не знаю, там, с развлечений, там, не знаю, какие-то театры, могу в барчик пойти в клуб, там, не знаю, гитара, гитаря играю. Ну, да, что-то такое. Ну, вот общаюсь и, да, вот сейчас девочки, они, вот как ты говоришь про своих мальчиков, ну, то есть, они там напрямую, они напрямую могут сказать, там, типа, в лоб. Сколько ты зарабатываешь? Ну, ты, там, скажешь, допустим, 300. Ну, а что так мало, там, типа, я стою больше, я стою 500. Ну, то есть, так, а что, некий товар или что. И почему я, даже если зарабатываю там 500, я должен ей все отдавать, как бы, я зачем работаю? Ради себя, наверное, да? Ну, вот, понятное дело, что я, там, должен, там, какие-то подарки делать, там, там, она сказала, там, допустим, попросила, там, мне нужно, не знаю, там, многоточки, там, еще что-то, это понятно, как бы, да, но не в формате такого. Слышь, давай мне бабла. Да, и если бабла не будет, секса не будет, ну, условно, как бы, ну, это, ну, такое себе, как бы, вот. И вот в этом плане очень трудно. Как-то так. Ну, я, ну, я живу в этом районе, вот, я так понимаю, ты тоже, судя, потому что где локация была рядом, как бы, да, вот мы свайпнули друг друга, вот. А ты из Москвы? Ну, да, отсюда. Угу. Я понял. Ну, а вот, хорошо, ты хочешь найти любовь, вот это в перспективе, то есть, это все обычная, нормальная семья, детей родить, как бы, да. Ну, то есть, я в плане, почему спрашиваю, потому что я 18, как бы, ну, по идее, блин, еще, сама такая юность, то есть, еще можно там погулять, в плане, ну, то есть, серьезные отношения, вот эти, они все равно какие-то рамки загоняют, именно обрезают вот эту вот молодость. То есть, например, ребенка, вот если, ты бы во сколько лет хотела? Ну, замуж лет в 20, а до 18, до 19, как раз таки была в планах найти человека, встречаться с ним. Я понял. А кому ты все время пишешь? Папе. Папе? Зачем? Так он идиот, спаси меня, короче, ну, собери меня отсюда, ну, нафиг или что? Тотальный контроль. А он, типа, знает, что ты на свидании? Да. А, переживаете? Он все контролирует, да. В принципе. Ага. Ну, такой папа заботливо, да, получается? Ну, мало ли, увезут тебя куда-то, там, не знаю, что ты, ну, дурак попадет какой-то, да? Ну, нормально, папа. Ну, только мне интересно приходить в голову мысли, если вот он контролирует тебя, да? Если, допустим, что он предположит, что тебе все повезли в багажнике, то что он сделает? Он запишет тебя, ты, ну, то есть уже... Я локацию. Но он уже все равно не контролирует момент. Понимаешь, я о чем? Ну, можно поехать? Ну, понятно, но пока он выйдет, доедет уже, трупак везут куда-нибудь на кладбище. Ну, условно, как бы, да, я вот к этому. В чем логика? Ну, логика, ты просто постоянно пишешь, переписываешь, ну, одно дело, знаешь, когда человек написал, ты сказал, да, все, окей, окей, все. Ну, да? Узнаете, что происходит, да? Так, что ему рассказываешь сейчас? Что все хорошо. Ну, понятно, заботливо, короче, папа, да. Ага. Ну, смотри, тогда еще по возрасту, то есть мы попереписывали, с тобой видно было в анкете, что мне 30 лет, то бишь на 12 лет, а тебя старше. Как бы это тебе окей или тебе возраст вообще не важно или что? Возраст не важно. В принципе, да? Ну, как бы, большая такая разница, да? В целом, 12 лет не такая большая, и 20-30 еще, да. 20-30, ну, сейчас будет. Аля. Дальнейшее развитие нашего знакомства ты видишь, то есть это когда-то, ну, сейчас мы покатались, пообщались, типа, как, знаешь, как спиддейтинг, то есть быстренько ответили на какие-то вопросы, вот, и прям, ну, ты очень скромный. Вообще, капец. Просто ты там молчишь, ты даже как-то очень скромно там вопросики задаешь, там, робенька как-то, сходить куда-то там, не знаю, кофе попить или что? Погулять еще, встречаться какой-то, походить, посидеть где-то. Подержаться за ручкой. Да, конечно. Прям мило, это, конечно, короче, да? Ага, я понял. Ну, давай, что я могу предложить? Сейчас просто нет, не так сильно много времени, потому что сейчас я на встречу тоже пойду, ну, спустя по работе. Вот, я сейчас могу довести до метро, и мы чуть попозже с тобой спишемся, и, в принципе, там можем что-то назначить, придумать, не знаю, что погулять где-то. У меняONи. Утыка, говорит. У тебя, в existe, какая-то много commented 운동. Здесь у тебя нет. Не色んCryшни. bul got��動.